Ученики в основном принадлежали привилегированному классу. Большинство образованных людей продолжали свое образование за рубежом, в основном на Сицилии и в Риме. Мальтийские рыцари основали в Валиде Пьерго на острове университет. Они также открыли медицинский институт с отделением хирургии, на котором нередко обучались иностранные студенты. Но несмотря на это, в период правления рыцарей создание школ в национальном масштабе было редким явлением. Зачастую их не было как бы все. А те, которые все же существовали, были доступны исключительно привилегированному классу. Сегодня Мальтийский университет предоставляет образовательные услуги высочайшего уровня. В связи с постоянно растущим числом студентов и созданием новых факультетов, сейчас университет располагается в специально построенном университетском городке. Государство оказывает студенчеству значительную помощь в получении образования. Так, большая часть курсов обучения предоставляется на бесплатной основе. Многие студенты также получают стипендию и другие денежные дотации. В 1998 году Министерство образования Мальты заявило о необходимости реформить специального образования. Поднимая острую необходимость страны, высококвалифицированных специалистов, технических специальностей, особое внимание было уделено реформе среднего специального образования, а также просветительской работе среды населения и его роли и цели. Примерно 60% населения продолжает образование после завершения обязательного курса средней школы. В дополнение к традиционному университетскому образованию на Мальте имеется множество возможностей для получения среднего специального образования. Особенно популярны приобретения специальностей, связанных с техническим обслуживанием воздушных судов. Это, безусловно, связано с тем фактом, что на Мальте находится одна из крупнейших баз по сервисному обслуживанию самолетов, расположенному в Луке. Теперь несколько слов о том, почему большая часть населения острова прекрасно владеет английским языком. Когда британцы впервые высадились на Мальте, здесь почти никто не говорил по-английски. Поэтому в качестве основного средства общения им пришлось использовать итальянский язык. В 1842 году из гражданского населения Мальты около 372 человек говорили и писали по-английски в сравнении с 5000 человек, говоривших и писавших по-итальянски. Постепенно английский язык начал входить в жизнь мальдейского общества, но по-прежнему количество образованных людей, владевших английским языком, было значительно меньше по сравнению с теми, кто свободно изъяснялся по-итальянски на острове Царин Духа Италии. Отношение населения к англичанам было неоднозначным. Деловые контракты оформлялись на итальянском языке, проповеди и хвалебные гимны тоже звучали по-итальянски. Судебные разбирательства проводились на итальянском, приговоры зачитывались потрясенным осужденным на итальянском языке, и даже названия магазинов и улиц были итальянскими. Англичане стали уделять особое внимание образованию, начиная с 1836 года. Хотя особая комиссия, заседавшая в Англии, и признала, что изучение мальтийского и итальянского языков жизненно необходимо для жителей острова, она также подчеркнула важность того, чтобы квалифицированные преподаватели хорошо знали английский язык. В различных частях острова были построены начальные школы. Мальтийская система образования была реформирована. На мальте дети начинают учиться.